А это возникает вопрос следующий, да, это у нас тоже, я не хочу сказать, что мы в восторге от внешней политики России, у нас еще во внешней политике на кавказском направлении приобретали тенденцию, так ли, либеральные взгляды, они вот такие, взаимоотношения с государством надо выстраивать на рентабельной основе, нам выгодно это или не выгодно. У Азербайджана нефть, а Азербайджана деньги, Азербайджан покупает, кого человек платит, ракеты покупает, платит, самолеты покупают, платят, танки покупают, платят, а армяне что, ничего. Таньяк? Ну, понимаете, в чем дело? И все эти, так называемые, кредиты, которые никогда не будут не возвратны. Дерентабельная политика. Значит, отношения с Арменией могли бы устраиваться только из соображений геополитических расчетов каких-то. Да, мы эти, мы находимся в условной конфронтации с Турцией, с Ираном, в Ближнем Востоке, армянский флорпост нам нужен. Ну, извините, извините, мы с Сирией. Мы через Сирию сейчас диктуем свои условия. Я не исключу, что завтра появится наша база в Иране. Более того, я даже не допускаю возможности, что если только по-моему, его команда додумает, в скором окажутся доверие или в Дяньже с военной базой. И Али нас примет. Он заинтересован нас, в отличие от Агнана. Потому что цунами идет в Ближнем Востоке. А есть проблема разделенного Азербайджана, разделенного нас, и есть проблема Ирана. Очень непростая отношения между Ираном и Азербайджаном. Азербайджану нужно сохранить свои государства, потому что ни одно государственное образование не территорится Кавказа. Азербайджан, Армения, Кузя, искусственного типа образования, нелегитимного типа образования. Они утрачивают свои государства в силу геополитических и дектонических перемен. Только благодаря России и Советскому Союзу они обрели свою государственность. Ни Западу, ни Парижа, ни Калифорнии. Понимаете? Это надо знать просто, надо понимать. Любите вы русских, не любите вы русских. Не любите вы нас, как тысячу лет. Но вы себя сохраните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова